Ложь бывает простой Пакет поправок по совершенствованию налоговой системы Внесен проект адаптации налоговой системы Справедливость Делать ее более справедливой Бывает наглой Это удивительный результат Вроде бы нас со всех сторон душат, давят А мы стали по объему По объему экономики в целом Первые в Европе Мы обогнали ФРГ А бывает сплошной Как в случае со статистикой в РФ Достижение инфляции Цели и поддержание на этом уровне Цели 4% Добрый день Вы хорошо подумали Хорошо Традиции врать с высоких трибун Родились в СССР Но по-настоящему выросли и окрепли Уже в путинской России Мы, знаете, буквально Два-три года сделаем чудеса Вопреки маловерам Антипартийной группе Отброшенной всем народом Тружникам сельского хозяйства Пришелся по душе и по силе Призыв партии Догнать и обогнать Америку По производству мяса, молока и масла На душу населения Давайте откроем матрешку И выясним Что именно скрывается За рекордными прорывами И невероятными рывками Россия занимает четвертое место По размеру ВВП По приятной покупательной способности Как я уже сказал Опередив Японию Какая она на самом деле Современная Россия В цифрах и фактах СССР для всех был разный Не подвергается сомнению Только то, что восхищенное Восприятие этой страны Часто связано с возрастом Мы же воспитаны все Людьми из Советского Союза И само собой Это время их молодости было И по их словам Как будто солнце ярче светило Жизнь была лучше Советский Союз был номером 2 По ВВП на душу населения в мире Звучит красиво Пока не начинаешь делить этот ВВП На 287 миллионов человек Если бы не было статистики Мы бы даже не подозревали о том Как хорошо мы работаем Арифметика простая Чем больше населения Тем больше ВВП И сейчас развитая Швейцария Будет иметь ВВП Меньше, чем развивающиеся Нигерия или Индия Они воплотили в себя В себе богатый опыт Государственного строительства Наградить бы их Рост ВВП обеспечивался Строительством заводов СССР прошел быструю индустриализацию И вышел на уровень 1913 года Примерно к середине 30-х годов Именно такая экономика В совокупности с высокой ценой на нефть Позволяла расти до конца 70-х А потом возник вопрос Мы построили много чугунных заводов А дальше что? На этот вопрос СССР ответа дать не смог И вскоре крякнул А вы обратили внимание Что у нас регулярно возникают перебои С теми или иными товарами? Конечно, я же хожу по магазинам Да, товарищи, в Швейцарии магазины Это происходит от того, что Те или иные товары Не запланированы такими ратозиями, как вы Да, Советский Союз первым Отправил человека в космос Одного За которого заплатили 287 миллионов граждан Проживающих в тесных коммуналках Прежде чем что-то получить Нужно заслужить Заработать Нас и так четверо в двух комнатах Нам не хватает только вас С вашим ребенком Тут у вас не пройдет Вы не получите ни метра Кстати, уровень уважения партии К первому человеку, побывавшему в космосе Тоже легко определить по его награде Перед вами распоряжение Совета министров СССР О подарках Юрию Алексеевичу Гагарину Которое было подписано 18 апреля 1961 года В нем помимо четырехкомнатной квартиры Была машина, а также одежда для космонавта Костюмы, рубашки, трусы, майки И даже носовые платки А теперь представьте, что президент США Дарит Армстронгу нижнее белье Ведь там в Америке одна сплошная нищета Растет и стоимость жизни На жилье, на товары, на транспорт На все Стремительно растут цены Их трудно даже запомнить Так быстро они меняются Ах да, еще в СССР всегда предпочитали Клепать пушки, ракеты, танки И прочие убийственные железки Вместо стиральных машин, холодильников И автомобилей Пушки вместо масла Оборона страны, конечно Важнейший приоритет Получалось, что у патронов всегда было в избытке А колбасы или масла, как повезет Родители любили две вещи Колбасу и фигурное катание Нет, в официальных докладах всего было много И даже гораздо больше, чем в недружественных странах загнивающего Запада Но пустые полки с пирамидами из банок консервированной морской капусты Были красноречивей генсеков У наследницы СССР России тоже растет ВВП и развивается статистика Как минимум у Путина Рост ВВП России составил 3,6% А на первый квартал текущего года 5,4% То есть наши темпы превышают среднемировые Не важно, что за время правления Путина и гревшего ему место Медведева Страна лишилась более 26 тысяч школ Ну то есть, как я сказал уже, динамика абсолютно понятна и положительна В два раза уменьшилось количество больниц 10700 было на начало 2000 года А спустя 20 с лишним лет стало 5400 Результатом, проявлением государственных изменений Должно стать увеличение продолжительности жизни Причем с акцентом на рост именно активной, здоровой жизни При путинизме на территории страны прекратило работу 35 тысяч заводов Всевозможного назначения Не буду сейчас все перечислять, что сделано Сделано немало, но есть еще на чем поработать Путин себе не изменяет Спустя пару месяцев после так называемых выборов 24-го года Начинает повышать налоги Заплатит вся Россия Но в этот раз заплатит еще и каждый седьмой москвич Назрели перемены, при которых справедливой станет система Где богатые платят больший процент налогов Это и называется прогрессивная шкала Из всего работающего населения Москвы доходы от 200 тысяч рублей грязными Получают больше полумиллиона человек Вот с них и снимут Это будет действительно справедливо Минфин планирует получить с этого повышения налогов Дополнительно 2 триллиона 600 миллиардов рублей в 2025 Это, кстати, почти 8% доходов федерального бюджета Война – дело не дешевое Дорогой самодержец, мы пропали Я требую продолжения банкета Да, доходы вырастут, но это то, что проще всего сделать И что у Путина хорошо получается Взять деньги у одних и отдать их другим Не создав при этом ничего нового А зачем? Карманник создавать не обучен Ты пойми, карманник щипач – это высшая уголовная квалификация Она шлифуется годами При этом численность силовиков вместе с армией РФ около 5 миллионов Это примерно 12% трудоспособного мужского населения страны Которое ничего не производит Ежегодно эти люди обходятся государству в 10 триллионов рублей Это треть расходов бюджета Напомню, некоторые посмеивались коллеги Говорили, что это нереалистичная задача Сегодня можно уверенно сказать Эта цель достигнута И достигнута досрочно Еще удачней проходит импортозамещение В первую очередь самих россиян С 2000 по 2024 год Количество импортозамещенных граждан РФ составило 8 миллионов 300 тысяч Ну и почему мы должны вот это терпеть в 8 утра В городе Москве К этому стоит добавить, что на конец 23 года На миграционном учете находилось 16 миллионов иностранных граждан Таким образом, количество мигрантов в РФ с российскими паспортами Или пока без таковых Может составлять 24 миллиона Формируется многополярный мир С новыми центрами роста Инвестиционными и финансовыми связями Между государствами и компаниями То, что цены на продукты питания растут день ото дня Не страшно Заходя в магазин за подорожавшими яйцами, молоком и хлебом Следует помнить слова премьера Мишустина И гордиться Наша страна входит в двадцатку лидеров Среди поставщиков сельхозтоваров на глобальном рынке По ряду позиций По пшенице, по подсолнечному маслу, по ментаю На первом месте Потребление мяса россиянами достигло почти двухкратной величины По сравнению со средним показателем в мире По мнению главного деда Ну, кстати сказать По мясу Россия вышла на стопроцентное обеспечение Собственными продуктами Потребление мяса в России в 2023 году В прошлом году обновило рекорд И превышает 80 килограмм на человека Много в РФ и структурных достижений В частности, в 2023 году рост ВВП страны Был обеспечен на 45,5% базовыми несырьевыми отраслями Например, строительством бомбоубежищ И выпуском бетонных противотанковых пирамидах Восстановлением старых советских танков И производством шахедов За последние годы в целом Хочу подчеркнуть, в целом У нас все в этом, на этом важнейшем направлении Получалось хорошо Еще одно важное достижение О снижении молодежной безработицы в России Особенно в Тыве, Бурятии, Дагестане и других республиках Где массово грибут на войну Значительно снизилась молодежная безработица И безработица в тех регионах и населенных пунктах Где она была исторически высокая И тут с Путиным не поспоришь Еще год войны и главный вопрос будет стоять уже ребром Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том Как найти работу А сейчас где найти кадры А то, что на машину теперь денег собирать придется в три раза дольше Так и тут дед упростил жизнь россиянину Программа называется «Поменяй сына на выплаты» Более половины россиян испытывают проблемы с получением медицинской помощи 85% населения обитает в жилье ниже среднего уровня Более трети живут в долг При этом, по данным ВЦИОМ, у половины граждан РФ Слово «Россия» ассоциируется с гордостью, величием и патриотизмом Значит, им просто нравится так жить Если это в принципе можно назвать жизнью Я вас благодарю за долгое терпение И желаю вам успех Спасибо большое Аплодисменты